Для некоторых из этих парней командировка в зону СВО уже не первая, и личный состав бронепоезда «Волга» едет в горячую точку с твердой верой в победу. И пусть задачи у солдат будут не совсем штурмовые, обслуживание железнодорожных путей и сопровождение воинских эшелонов, экипированы они по полной программе. Я вас сегодня приветствую от имени губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова. Для вас эта командировка не первая, но мы знаем, что вы всегда с честью выполняете все поставленные задачи. Конечно, сегодня для нас тоже волнительный день. Мы постарались сделать все от себя зависящее, чтобы в эту командировку вы поехали максимально укомплектованные, в том числе и теми средствами, которые вам помогут в вашем быту. Знаете, что все рязанцы будут ждать вас с возвращением. Знаете, что свою частичку тепла мы всегда вам мысленно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно направляем. Горжусь, что вы мои земляки. Вы настоящие герои. Вы отправляетесь в зону специальной военной операции в светлую, святую пасхальную неделю. В преддверии священного праздника, Дня Победы. Пусть эти святые для каждого русского человека события придадут вам сил и мужество. Служите с честью. Тыл всегда за вами и рядом с вами. Мы победим. В зону СВО уезжает подготовленная рота железнодорожных инженеров. 60 бойцов. В списке главных задач бронепоезда «Волга» техническая разведка, разминирование, а при необходимости и восстановление ЖД-полотна. Мощный комплекс вооружения, включая крупнокалиберное, позволяет личному составу действовать даже в самых сложных условиях. Митинг завершился прохождением маршем личного состава спецпоезда на глазах родных и близких, которые ждут их обратно с победой и в полном составе.